Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Сегодня решила вынести некое разнообразие. Сделала такую нарезку, так скажем, увидела в инстаграме, подглядела, поняла, что смотрится очень красиво. Если честно, в инстаграме было настолько аккуратно порезано, это просто была ювелирная работа, так скажем. Но я попыталась сделать что-то наподобие, жалкое подобие того, что было. Заодно подумала, что какое-то хотя бы разнообразие, чтобы одно и то же не было. И давайте приступим. Так, баклажанчики здесь у меня, огурчик, помидорка, грудка. Такое ощущение, что это какой-то салат просто по отдельности. В детстве, когда мама всегда готовила салаты из крабовых палочек или оливье, я всегда говорила маме, почему нельзя эти продукты кушать по отдельности, просто разложить и поесть. И в некоторых моментах я до сих пор считаю так. Некоторые салаты просто по отдельности это очень вкусно. Куда ты убежал? Люся Кузнецова пишет. Смотрела Айка твое видео и ты там рассуждала на тему дачи. И говорила, что даче это не нужно, можно арендовать ее и не заморачиваться. Мы с мужем сейчас строим двухэтажную дачу. И поверь мне, это огромный кайф ехать каждые выходные, заниматься там делами, просто отдыхать на свежем воздухе. Есть ли у тебя мысли и поменялось ли у тебя мнение? Хочу передать огромный привет и спасибо огромное, что смотришь, пишешь такие большие комментарии. Вы знаете, когда я смотрю свои старые видео, я понимаю, как мысли человека меняются. Вот как вкусы в одежде у нас меняются. Так же и все остальное. По крайней мере у меня точно. В последнее время я реально начала задумываться о том, что все-таки квартира это одно, а частный дом это другое. То есть я считаю, что должно быть и то, и другое. Частный дом ты в городе не построишь. Либо тебе где-то за 5 миллионов рублей нужно купить участок, чтобы это было хоть не так далеко. Либо изначально дачу нужно строить за газом. Я поняла, что сколько бы ты не арендовал и что бы ты не делал, все-таки свое это, свое это, имущество и все дела. Конечно, естественно, сейчас денежек выделить на все это нет. Вообще ближайшие, наверное, 5-7 лет точно не будет. Но, возможно, когда-нибудь я это сделаю тоже. Я реально поменяла свое мнение. Раньше я считала, что это абсолютно не нужно. Столько дач можно снять. Зачем заморачиваться? Я вот реально считала так. Иногда хочется как-то отдохнуть. Вы знаете, по идее можно отдохнуть в доме моей бабушки, но этот дом находится очень далеко от Баку. Туда ехать 3 часа на машине. А хочется какое-то место, куда ты можешь поехать за полчаса. Доехать, отдохнуть, остаться там в субботу-восокресенье, чтобы там рядом был супермаркет. Были какие-то доставки. Мне кажется, Мердокян это прям самое то. Мы когда жили в Саратове, у нас был частный дом. И он был не за городом, а в самом Саратове. Просто там недвижимость стоит намного дешевле, чем здесь. У нас еще огромный участок был, 15 соток в городе. Здесь, конечно, это роскошь просто для миллионеров. Даже у миллионеров нету. У нас в Баку есть улица. Короче, где-то на Генчрике. И там такие виллы. Ты просто в шоке от роскоши. Но все равно у всех участки небольшие. Даже дома очень близко построены. Хотя огромные просто виллы. То есть в городе земля стоит бешеных бабок. Мне кажется, даже если у тебя будут эти бабки, просто не у кого будет купить. Хотя фиг знает, может, я ошибаюсь. Но в любом случае, мне точно не по карману это до пенсии. Ну, где-то за городом построить потихоньку. Не то, чтобы во всем себе отказывать, только вкладывать в дачу. А делать потихоньку. Например, за первый год поставили каркас. Следующий, например, сделали крышу. Там еще что-то, где-то забор. Пока что не могу записать это желание в книжку мечты. Просто потому что рано о таких вещах задумываются. Как это вкусно, ребята. Поверьте мне, перемешать это все вместе, заправить, например, подсолнечным маслом или майонезом, это не будет настолько вкусно, как когда ты ешь это все по отдельности. Сначала я думала, когда хотела квартиру покупать, я думаю, блин, 3 миллиона на квартиру за 3 миллиона. Какую виллу можно построить? Думаю, блин, лучше я себе построю виллу, чем у меня будет однокомнатная квартира. Решила посмотреть цены. Такая, типа, крутая. Ничего, куплю участок. Там на разине начала смотреть цены. Это прям... Не то, что не центр, там даже метро нету. Ну, хотя бы близко к городу, так скажем, да? Я просто раскинула мозгами, посмотрела на свой карман и поняла, что я могу купить ведро земли там. Просто ведро. И на этом ведре уже построить дом. Я просто поняла, что миссия невыполнима. Господи, что так сложно? В тиктоке наткнулась на девушку, которая купила дом, точнее, квартиру у застройщика семь лет назад и до сих пор ее квартиру не построили. Поэтому, мои хорошие, вот после этой ситуации и этой истории я поняла, если соберетесь покупать квартиру, то только в построенном жилищном комплексе. ой, Sara, Не платишь никакие коммунальные услуги, такие как уборка подъезда и так далее. Поэтому дом хорошо. Мне кажется, у квартиры и у дома есть свои плюсы и минусы. По возможности иметь и то и другое. Моя мама, когда выходила замуж со моего папу, у бабушки был самый крутой дом на деревне. Просто все пальцем показывали, настолько крутое. Двухэтажные. А сейчас у нас вокруг соседи. Все поперестроили, построили новые дома. Обновились. А мы так и остались с тех пор. Просто бабушка считает, что этот дом нужно ремонтировать. На самом деле его надо просто снести и просто построить новые. Все элементарно. Поела, наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю, целую. Пока.